Здравствуйте! В эфире же недельные новости Смоленск КС в студии Анна Пименова. Мы расскажем о важных событиях из жизни атомной электростанции за прошедшую неделю. Смотрите сегодня в выпуске. Выполняются работы по ремонту дизель-генератора. Ремонт важного для безопасности оборудования. В комиссии директора была проведена проверка в управлении информацией и общественных связей. Итоги дня охраны труда. Атомная энергетика сегодня очень сильно и очень быстро развивается. День молодого специалиста на предприятии. Мне очень понравился формат. Мне понравилось, что есть и игры, и есть песни. И все это вот так перемешивается, не скучно. Праздник осени в лесной поляне. Велосипед и здоровье почти синонимы, поскольку сбалансированное питание и регулярные велопрогулки – залог отличного самочувствия и привлекательного внешнего вида. Четвертый открытый велокросс Смоленск КС. На плановом совещании с руководителями подразделений директор Смоленск КС сообщил о работе атомных станций концерна «Росэнергоатом». В работе 24 энергоблока, в ремонте 11 энергоблоков. Выработка 145 млрд 636 млн, что составляет 103,3% к плану ФАЗ. Мощность 20 946 мегаватт, суммарно по концерну. О техническом состоянии Смоленское сообщил главный инженер предприятия. В работе 1-й и 2-й энергоблоки нагрузка суммарно 2043 мегаватта, существенных замечаний по рабочим блокам нет. Третий блок продолжается. У нас средний ремонт с ЧЗТК и ЭПСЭ, 117-е сутки ремонта. Выработка электроэнергии с начала сентября составила 808 млн кВт-часов. С начала года выработано 14 млрд кВт-часов, сверх плана 424 млн. Радиационный фон на промышленной площадке Смоленское С и прилегающей территории не изменялся и соответствует естественным природным значениям. Четвертый месяц энергоблок номер 3 Смоленское С проходит глобальную реконструкцию, благодаря которой он обретет новые силы, чтобы и дальше безопасно и надежно генерировать электроэнергию. Уникальность и сложность капитального ремонта в большом количестве работ по модернизации, замене исчерпавшего свой ресурс оборудования, внедрению современных систем безопасности. В ремонт вовлечены практически все производственные подразделения, в том числе и цех обеспечивающих систем, в котором выполняется техническое обслуживание и ремонт важного для безопасности Смоленска АЭС оборудования. Одна из важных работ в цехе обеспечивающих систем – техническое обслуживание и ремонт дизель-генераторных установок, которые входят в состав систем аварийного электроснабжения энергоблоков и относятся к обеспечивающим системам безопасности. Дизель-генераторы, три на каждый энергоблок, в случае потери электрического снабжения от штатных источников электроэнергии, включаются в работу и обеспечивают электроэнергией работу всех систем по расхолаживанию реакторной установки. В целом всю работу, включая подготовительную, то есть планирование работы, обеспечение материальных, заказ материальных ценностей ТНЦ для ремонта, то есть запасные части, комплектующие материалы и расходные материалы, заказываем мы всю подготовку технической документации ремонта. Выполняются работы по ремонту дизель-генератора. На данном этапе ремонтируются крышки цилиндров дизеля. Но уже идет сборка, менялись уплотнения, проверялись зазоры тепловые. Сейчас притирка идет клапанных сёдел и установка пускового клапана. И дальше будет установка этих крышек на штатное место. Работы эти мы выполняем с собственным персоналом. Персонал имеет высшую квалификацию, обученный безопасным приемам ведения работы. Помимо ремонта дизельного оборудования, на насосных станциях цехообеспечивающих систем выполняются трудоемкие работы по замене выработавшей ресурс арматуры, обратных клапанов ДУ-800, запорной арматуры ДУ-800 и конусных сеток. На Смоленск АЭС подведены итоги Дня охраны труда, прошедшего по теме «Нарядно-допускная система производства работ», «Электробезопасность», «Подготовка к работе в зимних условиях». Во всех подразделениях станции были проведены проверки в рамках административно-общественного контроля. Во всех подразделениях прошли проверки. При этом комиссией директора была проведена проверка в управлении информацией общественных связей. Комиссией главного инженера был проведен обход по цеху обеспечивающих систем. И комиссией под председателем первого заместителя главного инженера был проведен обход по реакторному цеху. Все замечания выданы в работу. Приятно, что грубых нарушений требований охраны труда выявлено не было. Но, тем не менее, те недостатки, которые выявлены, они должны быть устранены. Была выявлена положительная практика в цехе обеспечивающих систем по применению мобильной площадки для обслуживания оборудования, находящегося на высоте. Эта площадка легковесная, выполнена из дюралевых сплавов, материалов на колесах. И предложена для рассмотрения другим технологическим цехам, у которых также есть необходимость обслуживания оборудования, находящегося на высоте, которая не позволяет выполнить эту работу с пола, рассмотреть возможность и необходимость применения в своем подразделении такой площадки. И если в подразделениях будет выявлена такая необходимость, организовать соответствующие мероприятия по внедрению на своем производстве положительной практики наших коллег. Более 20 молодых сотрудников Смоленской АЭС в возрасте до 35 лет получили удостоверение о присвоении статуса молодой специалист или молодой работник. На торжественной церемонии молодежь напутствовали директор департамента кадровой работы, организации и труда, и мотивации концерна «Росэнергоатом» Сергей Гудин, заместитель директора Смоленской АЭС Анатолий Терлецкий, представители цехов и общественных организаций Смоленской атомной станции. Работа сегодня на атомной станции является почетом, потому что атомно-энергетика сегодня очень сильно и очень быстро развивается. И многие из вас, я надеюсь, что действительно скоро станут руководителем предприятий, как будете хорошо работать, так будете дальше двигаться по должностям. Я хочу всех поздравить, пожелать вам прежде всего этой хорошей, безопасной работе. Не забывайте слово «безопасность». Безопасность на атомной станции прежде всего. В этом году коллектив Смоленской АЭС пополнили выпускники высших и средних учебных заведений Москвы, Санкт-Петербурга, Брянска, Смоленска и Десногорска. Одни пришли со студенческой скамьи, у других уже есть стаж. Новые коллеги влились в штат 12 подразделений. 22 сентября в санатории-профилактории Смоленской АЭС «Лесная поляна» прошел праздник осенней дары. Гостей встречала красочно украшенная поляна, чего здесь только не было. Деревянная телега с огромными тыквами, яблочно-грушовые шашки, свисающие гроздьями виноград, зайцы из моркови и капусты, композиции из осенних цветов, вязания и поделки, картины и даже сделанная своими руками будка для сторожевой собаки, где сидел пес с косточкой и кабачком. Вся эта красота была сделана умилыми руками работников санатория, членов Совета ветеранов САЭС, отдыхающих и гостей праздника. В веселых конкурсах, народных играх, плясках с одинаковым азартом участвовали и взрослые дети. И дело даже не в призах, которые вручались как победителям, так и побежденным, а в солнечном настроении, дружеских улыбках и желании повеселиться от души. Фольклорный ансамбль детской музыкальной школы под управлением Владимира Платонова не только показал, как в старину праздновали сборы урожая, но и провел замечательные игры со зрителями. Поднародные напевы всех гостей угощали огромным пирогом, испеченным искусным кондитером столовой профилактория. Клуб военно-исторической реконструкции «Одал» в сопровождении старинного русского напева, исполненного Александром Устюговым, развернул на площадке настоящий бой, где мечи звенели о кольчуге и шлемы воинов. Заключительным ярким аккордом стало выступление коллектива народной песни «Сударушки». Приветственные плясовые, заздравные и величальные песни подхватывали все присутствующие. Мне очень понравился формат, мне понравилось, что есть и игры, и есть песни, и все это вот так перемешивается, не скучно. Мне понравилось, что и взрослых вы вытаскивали поиграть, и деток тоже. Мне кажется, нужно побольше именно таких интерактивных праздников, когда все вместе играют и взрослые, и дети, водят хороводы. И мне очень нравится сам формат. Русская культура наша живая такая, когда объединяются семьи, семейных, я вижу очень много пар с детками. Очень здорово, а пожелания побольше. Праздник замечательный, весело было и детям, и взрослым, и познавательный. Спасибо большое организаторам, совету ветеранов за выставку «Даров природы осеннюю». И, конечно, организаторам профилактория, вам, ведущим, замечательные ведущие. Ну, что сказать, осень только начинается. Ждем еще новых праздников. 22 сентября в деревне Генино прошел четвертый открытый велокросс «Смоленск АЭС». Всего на старт вышло более 60 участников – профессионалы и просто любители. Детям необходимо было проехать 3 километра, подросткам и женщинам – 9 километров, ветеранам – 6, а мужчинам – 10. Молодые атомщики заранее позаботились о подготовке маршрута. Убрали сучья и кусты, сигнальными лентами промаркировали повороты, опасные места. Работники предприятия ЭЦМ выкосили траву. Несмотря на то, что маршрут гонки был со спусками и подъемами, спортсмены активно преодолевали трассу и старались сохранить дыхание. Велосипед и здоровье – почти синонимы, поскольку сбалансированное питание и регулярные велопрогулки – залог отличного самочувствия и привлекательного внешнего вида. Погода выдалась невероятно жаркой и добавляет позитивного настроения всем участникам. Все прошло прекрасно, без падений и травм. Такие гонки дают возможность проверить свои силы, испытать себя на прочность, а своего железного коня – на верность и надежность. В прошлый раз я занял третье место. Мне повезло, наверное. В этот – второе. Надо стремиться к лучшему, конечно. Велосипед люблю. Стараюсь ездить на работу каждый день. Трасса была очень сложная. Много подъемов, много спусков. На первом круге у многих вздулись шины. И на подъемах было в два раза сложнее. Очень рад. Тем более, это мои первые соревнования. У меня не было опыта. Мне было реально страшно. Не зря говорят про велосипед, его величество – велосипед. Особенно в нашем местности, где очень много красивых мест. Я вокруг водохранилища. Здесь очень много трасс. Очень люблю. Стараюсь почти каждый день кататься. Очень хорошо организованы соревнования. Молодцы организаторы. Детей много привлекли. Самый маленький участник велогонки – пятилетний Алексей Болтунов – прошел дистанцию в два километра. Я ехал, мне было тяжело. Я вытерпел. Доехал, мне соревнования понравились. По итогам велогонки золотыми призерами стали Степан Симоха, Ирина Потапова, Краснов Дмитрий, Андриянова Софья, Алина Болтунова, Андриянов Александр и Сергей Печерица. Все юные участники получили торты. Победители кубки – призеры медали. Велосипедный сезон завершится в начале ноября. Впереди еще пробег 150 километров за 24 часа. Десногорцы и гости города Остается открытый турнир Смоленской АЭС по игре «Что, где, когда», приуроченный к открытию сезона интеллектуальных игр в городе Десногорск и Дню работника атомной промышленности. А я с вами прощаюсь. Увидимся через неделю. Хороших вам новостей. До свидания.